Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги пророка Исаия мой перевод читаю для библейского портала экзегет конечно у нас с вами 8 век до нашей эры когда это все пророчество произносится лучше сказать эти пророчества произносится и тогда у нас великая сирийская держава которая завоевывает окрестные народы и в связи с этим как раз Исаия и дает этим завоеванием какое-то объяснение с точки зрения свыше вот это не просто политика это не просто военные какие-то походы которые ну всегда были и будут и так или иначе происходит постоянно это что-то отражающее божественный замысел об этих странах не случайно 19 заканчивается тем что Египет и Ассирия две страны помирятся более того они обе придут к Богу Израиль станет третьей великой страной по сравнению с ними но это будущее а что происходит сейчас в год когда по приказу ассирийского царя саргона один из военачальников выступил против аждода аждода это один из филистимских городов да на побережье осадил его и взял приступом как раз в то время Господь велел Исаии сыну Амоца сними рубище что у тебя на бедрах и сандалии что у тебя на ногах то есть он ходит одетым в рубище в какую-то одежду траура скорби и очевидно у нее пророческий смысл да то есть он говорит что все будет плохо так и это сними Исаия так и сделал стал ходить голым Аббасым вообще-то совершенно неприлично но это действие которое имеет свой пророческий смысл и тогда Господь сказал что Исаия три года да вот удовольствие до пророка три года ходит голым Аббасым это пророческое предзнаменование Египте и Эфиопии так и поведет ассирийский царь пленников из Египта изгнанников из Эфиопии но Эфиопия здесь понимается скорее как южная часть Египта чем как та страна которую мы сегодня называем Эфиопией а Сирия туда не добралась конечно это уже в глубинах Африки изгнанников из Эфиопии юных и старых голыми и босыми с неприкрытым срамом на позор Египту тогда ужаснутся и устыдятся те кто на Эфиопию полагался Египтом похвалялся смотрите три года Исаия ходит голым абсолютно неприлично смысл этого только в том чтобы показать с Египтом произойдет то же самое вот хотите на меня неприличного понадеяться положиться это надежнее чем на Египет вот оказывается пророки могли себя вести абсолютно не так как мы бы от них этого ожидали с точки зрения внешних приличий да но лишь бы каким-то образом донести свою мысль вот вплоть до того что шокировать народ скажу тогда жители побережья жители побережья это кто-то филистимленник раз аждота осажден ассирийцами и для них естественно искать помощи у Египта но Египет этой помощи не окажет скажу тогда жители побережья так вот на кого мы полагались кому бежали за помощью против ассирийского царя куда же нам спасаться теперь казалось бы ответ очевиден обращаться нужно к Богу а не к могучим державам но развернуто это будет объяснено только в 21 главе 20 такая на данный момент первая историческая вставка то есть повествование не столько пророческая сколько просто такое вот последовательное что собственно говоря происходит на фронтах ассирийских завоеваний что делает исаи в это время в чем смысл этих действий ну а дальше опять у нас пойдет 21 22 и дальше более подробные введения пророческие уже в пересказе самого исаи египет